Псалом 9. Радостная песнь Давида после победы над врагами. Псалом 9 по смерти Лабена. Начальнику хора по смерти Лабена Псалом Давида. Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои. Буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему, Всевышний. Когда враги мои обращены назад, то приткнутся и погибнут все перед лицом Твоим. Ибо Ты производил мой суд и мою тяжбу. Ты воссел на престоле, судья праведной. Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого. Имя их изгладил на веки и веки. У врага совсем не стало оружия, и города Ты разрушил. Погибла память их с ними. Но Господь пребывает вовек. Он приготовил для суда престол Свой, и Он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте. И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби. И будут уповать на Тебя знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи. Пойте Господу, живущему на Сионе, возвещайте между народами дела Его, ибо Он взыскивает за кровь, помнит их, не забывает вопля угнетенных. Помилуй меня, Господи! Воззри на страдание мое от ненавидящих меня, Ты, который возносишь меня от врат смерти, чтобы я возвещал все хвалы Твои во вратах дщери Сионовой. Буду радоваться о спасении Твоем. Обрушились народы в яму, которую выкопали. В сети, которые скрыли они, запуталась нога их. Познан был Господь по суду, который Он совершил. Нечестивый уловлят делами рук своих. Добратятся нечестивые в ад. Все народы, забывающие Бога. Ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет. Восстань, Господи! Да, не преобладает человек, да судятся народы перед лицом Твоим. Но веди, Господи, страх на них. Да знают народы, что человеки они. Обращение к Господу с мольбой и скорбью. Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь себя во время скорби? По гордости своей нечестивый преследует бедного. Да уловятся они ухищрениями, которые сами вымышляют. Ибо нечестивый хвалится похотью души своей. Корыстолюбец ублажает себя. В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа. Не взыщет. Во всех помыслах его нет Бога. Во всякое время пути его гибельны. Суды твои далеки для него. На всех врагов своих он смотрит с пренебрежением. Говорит в сердце своем, не поколеблюсь. В рот и рот не приключится мне зла. Усты его полны проклятия, коварства, лжи. Под языком его мучения и пагуба. Сидит в засаде за двором. В потаенных местах убивает невинного. Глаза его подсматривают за бедным. Подстерегает его в потаенном месте, как лев в логовище. Подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного. Хватает бедного, увлекая в сети свои. Сгибается. Прилегает. И бедные падают в сильные когти его. Говорит в сердце своем. Забыл Бог. Закрыл лицо свое. Не увидит никогда. Восстань, Господи, Боже мой. Вознеси руку мою. Не забудь угнетенных твоих до конца. Зачем нечестивый пренебрегает Бога, говоря в сердце своем, ты не взыщешь. Ты видишь. Ибо ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать твоей рукою. Тебе предает себя бедный, сиротет и помощник. Сокруши мышцу нечестивому и злому, так, чтобы искать и не найти его нечестие. Господь, царь навеки, навсегда. Исчезнут язычники с земли его. Господи, ты слышишь желания смиренных. Укрепи сердце их. Открой ухо твое, чтобы дать суд сироте и угнетенному. Да не устрашает боли человек на земле. Раскрытие смысла Псалма 9 для современных верующих. Псалм 9. Песнь веры и победы Давида. Также применим и в 21 веке. 9 Псалм, как песня веры и победы, также применим и в 21 веке и сегодня. Песнь царя Давида. Это глубокий гимн хвалы и молитвы, наполненный глубоким смыслом и актуальным даже для нас. В своей личной лирической форме Давид изливает свою душу в поклонении и мольбе. Это видео исследует темы Псалма 9, уделяя особое внимание защите Бога, надежде и силе молитвы. Подпишитесь, чтобы получить более глубокий контент о вере и духовности. Псалм 9. Это песнь победы и надежды. Комментарий. В первой части Псалма, пронизанной радостью и благодарностью, Давид воспевает Божье вмешательство в его жизнь. Он вспоминает, как Бог, являясь его защитником и покровителем, даровал ему победу над сильными врагами, не только личными, но и теми, кто урожал его народу. Давид подчеркивает, что эта тема и эта победа не результат его собственных сил, а Божьего милосердия и могущества. Он вдобавок призывает всех, кто испытал подобные чудеса, присоединиться к его песне хвалы, вознося благодарность Богу за его верность и помощь. Вторая часть Псалма переходит от личного опыта к мольбе о том, чтобы Бог продолжал и продолжал хранить его и его народ, защищая их от врагов и даруя победу над злом. Давид просит Божьего благословения для себя, чтобы он мог и дальше славить его за чудесные избавления, которые Бог совершил в его жизни. Он также выражает уверенность в том, что Божья справедливость настигнет тех, кто строит козни и преследует его и его народ. Обретение силы и защиты в Боге Уроки из Псалма 9 Третья часть Псалма заполнена ликованием. Давид, уверенный в Божьем могуществе, провозглашает его судом над всей землей, справедливым и неумолимым. Да еще он с верой говорит, что Бог защитит свой народ, даже когда он подвергается притеснению. Давид не сомневается, что Бог накажет врагов и приведет их к гибели, оставив их только с поражением и бессилием. В Псалме 9 Давид также предвосхищает будущее царства Мессии, которому будет покорено все живое, а враги его будут поражены и уничтожены. К тому же он убеждает нас уверовать в это царство, где Бог будет славиться, а мы будем находить утешение и покой. Псалом 9 это не просто история прошлого царства, Давида, но и пророчество о будущем царстве Божьем. Он напоминает нам о Божьем могуществе, о его справедливости и его любви к нам, его детям. Он дарует нам надежду на победу над злом, на мир и справедливость, которые наступят в царстве Божьем. Псалом 9 это не только молитва, но и уверенность в Божьем провидении. Он призывает нас, подобно Давиду, доверять Богу и в его силу, отдавая ему все наши заботы и беды, потому что в последнем слове будет его победа, его мир, его слава. Размышление о Божьей справедливости Псалом 9 известное также, как Псалом 10 в некоторых переводах Библии и представляет собой глубокое размышление о Божьей справедливости и несомненно о том, как он обращается с праведными и нечестивыми. Этот псалом, приписываемый царю Давиду, традиционно делится на две части, каждая из которых фокусируется на разных аспектах Божьего замысла. В первом разделе, стихи 2, 21, Давид восхваляет Господа за его справедливость и милость, выражая благодарность за защиту и помощь, которые он получил от Бога. В свою очередь, он сравнивает Бога с убежищем, надеждой и крепостью, которая спасает его от врагов и враждебных сил. Эта часть псалма, в основном, посвящена выражению личной благодарности и хвале Господу. Однако, вместе с тем, в более поздних переводах, такие как древнееврейский перевод, эти первые стихи выделяются в отдельный псалом, 9, а последующие, начиная с 22 стиха, переходят в псалом, 10. Обращение к Господу с мольбой и скорбью Во второй части псалма, стихи 22-39, Давид уже не поет хвалы, а обращается к Господу с мольбой и скорбью. Он сокрушается о том, как нечестивые процветают, в то время, как праведники страдают. И Давид описывает их жестокость, которая, к тому же, проявляется в беззаконии, гордости и надругательстве над Богом и Его народом. Он глубоко озабочен тем, что Господь, казалось бы, медлится своим справедливым судом, позволяя нечестивцам продолжать творить свои злодеяния. Давид, будучи верным Божьим слугой, не унывает и не теряет веру. Он не сомневается в справедливости Бога и верит, что Господь вовремя покарает нечестивых и защитит праведных. В этой части псалма, кроме того, Давид выражает свою глубокую веру в том, что Господь, несмотря на кажущуюся медленность, в конечном счете вмешается и совершит правосудие, защитив свой народ и наказав злодеев. Он молится о Божьем вмешательстве, чтобы Господь вступился за свой народ и защитил его от тирании. Важно понимать, что этот псалом отражает глубокую душевную борьбу Давида. Он не просто оскорбит по поводу несправедливости, но и молится о Божьей помощи и защите. Он выражает глубокую веру в то, что Бог обязательно покажет свою силу и справедливость в конечном итоге. Божья справедливость и Псалом 9. Именно это стремление Давида к Божьей справедливости делает Псалом 9 так глубоким и актуальным для верующих всех времен. Он показывает, что даже когда злодеяния кажутся непобедимыми, мало того, надежда на Божью справедливость и его помощь является источником силы и утешения. Начальнику хора по смерти Лабена Псалом Давида Если вам понравилась запись или вы получили слово откровения от Духа Святого, конечно, поставьте лайк. Когда вы ставите лайк «Мне нравится» или делитесь, рассказать друзьям, в результате вы помогаете служению спасения и распространению Божьего слова. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.